Подтрымание миру и спокоя у нашей краине, громадянско-патриотичное выхование молоди, установление и поширение международных сувязев у рамках программы «Народная дипломатия». Вось наибольшь важные задачи, за якими что год поспехово справляется, в Гомельской областной отделении Беларусского фонда мира. Миротворцы Гомельщины и в целом Беларуси так само уносят великий уклад у справа доброчинности, они оказывают поддержку и допомогу ветеранам войны и праце, детям-инвалидам, перселенцам из Украины, удельничаясь у реконструкции монументом, тем самым заховывая память про великую очинную войну, я ее одважный герой. Стартовала 20 июня акция «Тут живи ветеран». До 9 мая мы планируем всем ветеранам Великой Отечественной войны закрепить памятные таблички на квартирах и домах. К этой работе вместе с нами приступили общественное объединение патриотической направленности, это и союз офицеров, и объединение ветеранов, и Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз воровцев и кадет. И вот так мы единым фронтом сплоченно делаем вот такие, знаете, позитивные, добрые, хорошие дела. Работа Гомельского областного отделения Фонду Миру вельми шматгранная и широкая. Только за минуло 2015 год его члены провели и приняли удел прикладно уста миротворчих мероприемствах и акциях. Сирот традиционных и одночасово наибольш массовых и значных международный марш в миру накирована на то, якабы дать данину поваги и памяти героям Великой Отечественной войны. Акция «Мы славим человека мирной працы», одлюстровая пропаганду працавитости и повышение прастыжу рабочих специальностей. Дорогое слово «матидя» житявляет сушинование шмадетных и мать-героинь. Жанчин, які займают керуючие посады, житявляют громадскую и миротворчую деяность, а самое главное – выховывать новых громадян, патриота у своей краины. Нельга не отзнашить и проведение международного лагера дружбы «Крыничка». Подчас его школьники из Беларуси, России и Украины вучатся жить одной великой семьёй и рабить суместные добрые справы. Дарыча во усіх миротворчих акциях и мероприемствах Гомельского областного фонду «Миру», школьники и студенты з'являются не просто надзиральниками, а и пауновартостными удельниками. Сучасные молодцы старыше поколение передае лепшые традиции и умение будавать мосты дружбы и миру. Варто отзнашить делегации из России и Украины – одны з наибольш частых удельников миротворчих акций, які проводятся на Гомельщине. До прикладу дружелюбные соведи с Курской региональной молодёжной громадской организацией «Объединанный центр «Монолит»» існують уже каля 16-ти годов. До того ж, минавито супрационниство у миротворчей деяності поміж Гомельской и Курской областю так само почалося взаимодеяние, у гандли, экономицы и многих інших сферах. Первая ниточка, которая была установлена между нашими общественными организациями, дала целый спектр развития новых взаимоотношений между нашими областями. И губернатор Курской области Александр Николаевич Михайлов недавно в своём выступлении сказал о том, что на современном этапе Курская и Гомельская области имеют товарооборот и отношения активнее и больше, чем при Советском Союзе. Наприконцы пленума миротворцы Гомельской и Курской областей обменялися падячными грамотами и сувенирами у знак плённой суместной деяності. Межтым, падяки ад областного и городского совета депутатов, а так само областного фонду миру, за великий уклад у проведения миротворчих мероприемств и акций так само отрымали представники районных организаций Белорусского фонду миру. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадуя компания Гомель.